МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПРЕМЬЕР БЕЛАРУССИ ЮРИЙ НАЗАРОВ ДРУГОЕ ЖИТЕРА РЫТЭТАУ, КАК У ПАНДЕМЕЮ ПРАЦУЕ АНТЫКВАРНЫЙ БІЗНЕС, ДАВЕДАЛЮСЯ НАШИ КОРРЫСПАНДЕНТЫ НОЧ МУЗЕЕВ ПРОЙДЕ НЕ ТАК ВИДОВИЧНО И МАШТАБНОЙ, АК РАНЕЙ, АЛЕ МАКЧЫМАСТЬ ДОКРАНУЦСЯ ДО ПРЫГОЖАГА У АМАТРОВ МОСТАТТВА БУДЕ И СЁЛЕТА КЕРМ МИНИСТРАМ КРАИНЫ СЕРГЕЕМ РУМАСАМ. ЗА ПЕРШИ КВАРТАЛ ТЫМ ПРОСТУ ВЫЛАВОГА УНУТРНАГА ПРАДУКТУ СКЛАВДІ НОСТА ДЕВІ ЦЕЛЛАЕ СЕМДЕСЯТАЯ ПРАЦЕНТА. ПАКАШЧЫКИ ОМАТЬ ДВЯТЫСЯЧИ ДЗЯЯТНАТАГА ГОДА. УТРЫМАТЬ ИХ УДАЛОСЯ ЗА КОШТ АЙТІ СЕКТОРУ, БУДАВНИЧЕЙ СФЕРЫ И СЕЛЬСКОЙ ГАЗП РАБОТА С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ, ТАКИМИ, ЯК МВФ. ТАКСАМА АКЦЕНТОВАЛ УВАГУ ПРЕЗИДЕНТ НА ПЫТАННИ ЦАНЫ РОССИЙСКАГО ПРИРОДНОГА ГАЗУ ДЛЯ БЕЛАРУССЯ. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время аж до 70 долларов. 68, 65. Но не 127, никак не 127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация, обстановка и на что мы можем рассчитывать в будущем. Потому что я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках Евразийского экономического союза. Ну и в ближайшее время у нас также состоится в таком же формате конференция. И хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Сегодня у Палации Незалежности произошла еще одна встреча. С докладом у президента были вице-премьер Игорь Петрушенко и керавник Министерства Адукации Игорь Карпенко. У Центра Уваги закончение научного года, уступная кампания и летний отпочинок детей. Как подкреслил Александр Лукашенко, никакие проблемы у экономицы и никакие вирусы не повплываются на актуальную тему в сфере адукации детей и решения в этом плане. Хотел бы услышать вашу точку зрения, что будем делать и как будем работать по окончанию учебного года в школе общеобразовательной. Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мной, и другими органами власти в связи с этой так называемой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события, а не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрощали. Мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Поэтому из этого будем исходить. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в ВУЗе, нужны знания. Знания на стол – поступай в ВУЗ. Если это школа, ну давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные, или как их называют, сейчас экзамены по окончанию школы. Девятого класса базового уровня и одиннадцатого класса. Мин-эдукации не бачить ніяких проблем с аттестацией школьников по вынику навучального года. У школах организовано и индивидуальное отдаленное навучание при допомозе личбовых технологий. Для выражения усех спречных моментов так само готовый алгоритм. Про это Игорь Карпенко распавел сегодня журналистам по выниках встречи с керавником державы. Протягиваем выпуск. Сегодня отбылся рабочий визит вице-премьера Беларуси Юрия Назарова в Добруш. Мета – оценить ход подрихтовочих работ перед запуском нового завода по вырабе кордону. В Нараде приняли удел керавництва региона, Генеральной и областной прокуратуры. Об ступене готовности нового предприемства доведалась и наша здымочная бригада. Створение нового завода в Добруши стало соправным выпробованием. Вельми шмат подводных камянёв оказалось на шляху организации будовничных работ, выражение шмат ликых финансовых пытаннёв. Але настрой у куратора у Великой Будовли оптимистычный. Специалисты пераконывают – аудит будет завершен в конце мая. У Центра пильной уваги делегации – кардонаробчая машина – сердце будущего предприемства. На сёне ступене готовности – 60%. Сучасная эпидемиологичная ситуация примусила австральскую компанию «Андрец» спынить работы над машиной. Тем не менее, ситуация под контролем. Одну негативную роль сказала коронавирусная инфекция, потому что мы на месяц практически потеряли темпы работы с «Андрецом». Но самое главное, что сегодня по результатам обследования специалистами «Андреца» бумагоделательной машины они не видят больших проблем, требующих больших финансовых ливаний и временных факторов для того, чтобы её доработать. На нараде после наведывания основных объектов так само обмерковали правовый статус майомости былога генпадрадчика на территории будущего завода. Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк доручил разобраться у гэтым пытанья мясовым коллегам. И он отзначил, что керовники будовли зауседы могут спадзяваться на подтримку улады. Бюрократы не могут стать перешкодой для своечасового запуску предприемства. Юрий Назаров оценил темпы работ як прямальные. Чакается, что усе основные объекты завода будут запущены у эксплуатацию до конца года. Сегодня идёт работа в плане с энергетиками, с общестроительными работами и с участком водозабора и водоподготовки. Поэтому я вижу, что в принципе сегодня мы идём хорошими темпами. Понятно, какое-то время ушло на раскачку, но в принципе всё под контролем. На приконцы нарады Юрий Назаров пропоновал проводить подобное сустречи что месяц. Новое предприемство всё ближе и ближе до своего старту, а ля расслабляться нельга не у яким разе. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадуя компания «Гомель». Мазырский район сёлета стал одиным у Гомельской области, який был занесен на республиканскую дошку гонору. А птым, что по выниках минулого года этот регион признанный лепшим, не выпадково свечать и сёлетние показчики. Наши корреспонденты наведали город над Припятцем. Заразу в Мазыре ведутся масштабные работы по доброму парадкованию города. Мясовые жахары кажут, что часовые незручности, которые могут возникать в вынику того же ремонта дорог, их не вельми хвалюют. И так вельми прогожий город станет ещё более зручным для проживания. Мазыраном в Воголе ёжчим гонориться. Свечу нечему. Занесение района на республиканскую дошку гонору по выниках работы у минулом годе. Большая ставка делалась на создание новых производств, поэтому 51 организация была создана в районе, в том числе 18 организаций производственной сферы. Все сферы у нас и направления в отраслях, все достигли положительных результатов, все сработали с чистой прибылью, с рентабельностью продаж хорошей. Поэтому такого, чтобы уже какая-то сфера более отстаёт, нет. У нас положительная, хорошая динамика. Одночасово с Мазырским районом у целым на республиканскую дошку гонору всё лето занесено и мясовое сельское господаршее предприемство «Саугазкомбинат Зара». На Гомишине Янове думает, что тут первыми досягнули надоев у больше 10 тысяч литров, а средняя зарплата работников зараз складает около 1400 рублей. Керувинство господарки упевнено, что становочая тенденция отримается захавать и в этом году. К этой цифре 10 тысяч 110 литров молока на корову мы шли долгие годы и отрабатывали определённую технологию кормления, содержания, доения. Поэтому я думаю, что мы удержимся на этой цифре. У нас уже технология отработана. Утромливать позиции сё лето отримливается и у целом Мазарскому району, что свечить об невыпадковости принятых грошей, не об занесении на республиканскую дошку гонору. По выниках минулого года экспорт товаров 135%, бытворность сельско-господаршей продукции – 107%, инвестиции у основных капитал – 110%. Середняя зарплата у промысловости – 1480 рублей, у сельско-господарцы – 1087. Яшы больше ураживают объёмы выкананных будовнішо-монтажных работ. Плюс 58% до узровню 2018-го. Прошим размовы не только о будовнестве жилья. Хоть и яго для района узвяли шмат – амаль 66 тысяч квадратных метров. Это крыху меньше, как 102% до узровню попереднего ода. Сюня на Мазыршине завершается реализация инновационного проекта по будовнестве экспортно-ориентованного завода по вытворчасти палевных пелец. Этот год полностью сформирована программа. Работаем и загружены более чем на 100%. Даже привлекаем помощников, потому что сами пока не в силах всё выполнить. Мы уже работаем над формированием программы 2021 года. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Яуган Макинка. Телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра. Некоторые лоты затримливаются на полицах годами, иншие находят новых господаров, заличенные годины. У одной из гомельских антикварных лавок – несколько тысяч экспонатов, каждый из которых имеет свою интересную историю, начиная от создания и заканчивая тем, как они в области трапили в комиссионку. Что привабливает сюда покупников и как господару лавке удается утриматься на плаву в пандемию? Сюжет Марины Джалай. Антикварную лавку Андрей Рублёв открыл шесть годов тому. Историей захоплялся с детинства, и таким чином у особи в Мару. Зрабил ей справой своего життя. Скруплёзно вывучая известки об каждом экспонате, как ведать самому и рассказывать на ведальника. Алиса расскажет, больше приходится думать об выживании. Дякую 143-му указу, появилась мягчимость просить владельника помешкания об снижении арендной платы. Андрей склал ответный лист и накировал его уголовное господаршее управление, управление справами президента Республики Беларусь. Минавито Яно орандодавца. Гандаль по крыху еде. Ле хочется и развиваться. Например, орандовать новое просторное помешкание, где можно будет продавать раритетную меблю. Зараз у лавцу смогла поместиться только одна шафа. Для ее уже знайшовся покупник. Шкаф к нам пришел в не очень достойном состоянии, но после работы реестрационной мы его исправили. И на сегодняшний день он уже повторяет свою эпоху, из которой он вернулся. Это 20-30-е годы Германии. Как попало к вам и от кого такой шкаф? Дедушка с бабушкой нам сдали его на комиссию. Продавали квартиру и хотели это все выбросить, скажем так, на мусорку. Самые запотребованные экспонаты, послевоенный фарфор, бронзовые люстры, книги, выдаденные до 1917 года, бижутерия. Больше склада на продать картины. Некоторые предметы, хоть и вельми пригожи, из циковой истории, или могут затремливаться на полициях по некоторых годах за высокого кошту. Часы нам были признаны из Италии. Они 1940 года. Значит, механизм брата Джо Пи. Значит, состояние очень хорошее, скажем так, и они уже обслужены нашим мастером. А что мастер делал? Мастер полностью, значит, чистит механизм, восстанавливает поломку, если она присутствует. Но здесь было все в довольно достойном состоянии. То есть они сейчас идут, показ правильное время? До данного момента они сейчас время не показаны, не заведены, но они рабочие, да. Часы, значит, 1940 года, фарфор, бронзово-позолотые. Насколько редкие они? Ну, я бы не сказал, что они особо редкие, но они интересные, скажем так, потому что здесь фарфор и бронзово-позолотие, и не очень массовая продукция. А вот эти по бокам, это для чего? Это кубки вазы, они идут как интерьерные вещи, и дополняют, как идет как троечка часы и два кубка. То есть либо каминный вариант, либо просто на стол вариант. Самый старый экспонат у Лауцы – бронзовый хлопчик, сделанный в середине 19-го стагодия. А любимый лот Андрея – картина на морскую тему, как напомин про службу на флоте. Треже люди приходят сюда не только продать, либо купить антиквариат, а и как в музее, а не который просто понастальгировать. Принаджалы Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Сучасные проблемы потребуют сучасных решений. Международная акция «Ночь музеев» все лето пройдет в новом формате. 18 мая в Международный день музеев картинная галерея Гаурила Вашченки будет принимать гостей свято с 18 до 22 годин. С уликами эпидемиологической ситуации все лето тут не будет масштабного видовичного мероприемства, а лишь шерах сюрпризов для наведывальников подрыхтовали. А матры мастацтва змогуть бесплатно наведать девчая выставы, калі паспеюць прысті ў першая 15 хвілін кожныя хадіны. Можна прынесті сваю творчую працу на выставю «Я мастак, я так бачу». Запланованы і бесплатный майстер-класс мастака Ігора Ягаткіна. На вучэнце Гомельського коледжа мастацких промыслу працтавять дизайнерскі маскі, які можна будзі набыць на місце. Ми дуже кріативні, і ми дуже любимо масштабні мероприятия, масштабні акції. Але учитывая, що сьогодні все-таки немножко люди ізолірованы, вот эта масштабність немножко уйдет. І присутствие людей, во-первых, буде на якому-то определенному расстоянию. Во-вторых, люди змогут спокійно передвігаться. Не буде цього, скажімо, помпезності в цьому году не буде. Ну і хотелось би сказати, що на час короче ми будем роботать. Якщо ми до 23-х делаєм з фейерверками, то в цьому году тільки до 22-х часов. Тим часом супрацовніки музея Палацево-Паркова Гансамбля сумесно з талерадою компанією Гомель рихтують до свята фільм «Ноч музею». На протягу 20 хвілін глядачы змогуть агледзять усе выставочные залы, послухать оперную музыку і полюбаваць прыгажостю парка з вышыні птушынага палету. Ми з вами вместе з нашою головною героюю прогуляємося по вечернему парку. Коли настануть сумерки, ми з вами проследуємо в «Ночной дворец». И здесь мы сможем с вами увидеть «Ночные залы», где торжество, величавость, красота интерьеров дворца вместе с предметами искусства, предметами старины будут соседствовать с мистикой, каким-то, може быть, даже небольшим напряжением. Глядзіте фільм 18 мая у 20.25 на телеканалі «Беларусь 4 Гомель». «Ночные заморозки» прогнозують у Беларусі 15 мая. Заховується штормовое попередження. У пятницу в нашем регионе чекается пераменная воблачность. Опадков не прогнозуется. У ночи на большей части территории макчимые заморозки до минус трех. Месцами чекается от 4 до 6 тепла. Температура поветра у день складе от 12 до 14 градусов. Прохолодная надворья чекается и на наступных выходных. У суботу макчимые опадки. У початку наступного тыдня заховаяться неустойливые надворья с дождями и пониженным температурным фоном. Гэта, а так само іншые новины, информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Трагедия на железной дороге произошла накануне на 191-м километре перегона Лисички, станция Новобелецкая. В водитель поезд попал 39-летний велосипедист. Мужчина начал переезжать пути и не заметил подвижного состава. От полученных травм человек скончался на месте. Предварительно установлено, что в момент столкновения велосипедиста был в наушниках. На место выезжала следственная оперативная группа и сотрудники комитета госэкспертиз. Проводится проверка. 810 рублей за незаконное хранение на сваям. Такой штраф получил гомельчанин после того, как оперативники нашли у него дома почти 4 килограмма некурительной табачной смеси. Информация была получена от коллег из гомельской пограничной группы, а проводили обыск сотрудники наркоконтроля. В итоге дома у 32-летнего гомельчанина было обнаружено 3 килограмма 850 граммов на свая. В тот же день состоялся суд, по итогу которого было принято решение об административном взыскании. В Жлобине горел опель. Возгорание началось с моторного отсека, а потом пламя перебросилось на салон. Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. Звонивший сообщил, что на проезде красным горит автомобиль. Огонь был потушен, никто не пострадал. Причина устанавливается. ГАИ сообщает о массированной отработке автодорог Гомельской области. С 15 по 17 мая сотрудниками госавтоинспекции будет усилен контроль на участках дорог Гомель-Ветка-Чичерск-Ямная и Мозырь-Петриков. Также массированная отработка будет проведена 16 и 17 мая на автодороге Октябрьский-Парич-Речеса. Сделано это будет с целью пресечения нарушений правил дорожного движения, влияющих на безопасность участников транспортного потока. В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за автомобилистами и водителями мототранспорта. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Вести работу сотрудники будут при помощи приборов фото и видеофиксации. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с де-факто и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Борьба продолжается. Для определения чемпиона Беларуси по гонболу среди женских команд понадобится максимальное количество матчей. Гомель не смог одолеть БНТУ «Белас» на его площадке. Победа позволила бы гемельчанкам примерить золотые награды, однако не получилось. Первый тайм гости оставили за собой 13-15. После перерыва столичная дружина выдала рывок 6-0 и уже Гомелю пришлось отыгрываться. С этим наши девушки успешно справились и все свелось к нервной концовке, в которой гостевая команда уступила прежде всего тактически. На последней минуте при равном счете команды обменялись безголевыми атаками. Галкиперы сыграли уверенно. Причем гемельчанки за два десятка секунд до финальной сирены решили сыграть быстрое нападение, хотя и просилась позиционная атака до верного. В итоге у минчанок осталось достаточно времени на ответ, который принес им победу 31-30. Таким образом, судьба золота Суперлиги решится в воскресенье 17 мая в Гомеле. Матч пройдет во Дворце игровых видов спорта. Начало в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гонбола. Национальная команда по боксу продолжает работу на сборах в стайках. В ее составе единственный представитель нашей области Владислав Смягликов. Сейчас основная цель – сохранить форму спортсменов и сделать их тренировки максимально безопасными. 1 июня к основной команде присоединятся 12 боксеров 1998 года рождения. Федерации бокса рассчитывают охватить спортсменов разных возрастов, которые должны выступить на главных стартах года. Европейская конфедерация бокса приостановила официальные старты до конца августа этого года. И мы, в общем-то, в рамках республиканских соревнований будем придерживаться того же направления. Поэтому у нас на сентябрь запланирован чемпионат Беларуси. В октябре международный турнир по боксу в памяти Владимира Ботвинника. То есть, что касается возраста, возможно, мы проведем его по юниорам, возможно, среди молодежи. То есть, этот вопрос мы более детально уже рассмотрим. И, соответственно, в ноябре этого года у нас традиционно будет проходить международный турнир по боксу в памяти Виктора Ильича Левенцева. Популяризация и развитие бокса в стране сейчас главная задача, которую перед собой ставит Федерация. Открываются новые залы, улучшается материально-техническая база. В разработке программа развития в регионах и план соревнований на следующий год. В частности, мы вот сейчас начали сосредотачивать внимание на развитие женского бокса в стране. Потому что этот спор все больше и больше набирает обороты. И поэтому мы тоже хотим быть максимально в обоиме в этом отношении. И вот сейчас мы приступили к разработке именно программы подготовки девочек в рамках СУСО. Космический фитнес. Волейбольная команда «Жемчужина Полесье» приняла участие в международном онлайн-марафоне тренировки с космонавтом 3.0. Ежедневное занятие спортом для космонавтов, находящихся на орбите, обязательны. В какой-то момент они решили поделиться своим опытом с землянами. Так и родилась идея марафона. Нынешний третий по счету должен помочь людям, находящимся на самоизоляции, не терять форму и силы духа. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и получить фитнес-инструктора. У мозырских волейболисток им стал победитель первого марафона мозырянин Сергей Дикарев. Вместе с ним девушки выполняли упражнения недели «Ракета-носитель». Это приседания с предметом на вытянутых руках. Волейбольный сезон в Беларуси завершился досрочно. Тем не менее, мозырская дружина продолжает тренировки. Участие в марафоне добавило разнообразие в этот процесс. Мы тренируемся не покладая рук, постоянно отдаемся на тренировках эмоционально. И мы решили поддержать эту прекрасную, как нам выдалась прекрасная возможность, поучаствовать в марафоне тренировки с космонавтом 3.0. Победитель онлайн-марафона тренировки с космонавтом 3.0 поедет в Мексику, где вместе с группой космонавта Сергея Рязанского совершит восхождение на вулкан Арисаба. Кстати, в числе финалистов марафоном мазырянин Сергей Шляга. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.